Восьмой раз Калачинск встретил лыжную гонку, посвященную памяти воинов 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. В этом году соревнования собрали рекордное число участников – более 400, причем не только из Омского региона, но и из Татарского района Новосибирской области. По традиции, перед стартом гонок почетные гости мероприятия возложили цветы и венки к мемориалу воинам 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. А в это время на лыжню вышли участники самого ожидаемого события данных соревнований – гонки патрулей, которая в этом году также собрала рекордное число участников. Гонка проводится в восьмой раз и сегодня символично у нас присутствует именно в соревновательной части патрулей 8 команд. Что тоже не может не радовать – это рекордное число команд, которые принимают участие. Вообще, подвиг героев чтить нужно, чтить важно. И спорт – это, наверное, одно из самых подходящих для этого направлений, потому что, по моему мнению, спортсмены – это те же воины, только в мирное время, когда они могут показать свою силу духа. И такие мероприятия очень важны именно и для патриотического воспитания, и для вовлечения максимального количества людей в спорт. Поэтому мероприятие важно, и я думаю, оно будет только развиваться, продолжаться, и уже не за горами 10-я юбилейная гонка. Будем ее ждать и будем надеяться, число участников перевалит за 500 человек. Лучший результат в командной гонке удалось показать спортсменам МЧС России. Вторыми стали лыжники Омского автобронетанкового инженерного института, а замкнули призовую тройку представители Омской академии МВД России. Третий год подряд уже побеждаем, все сильные, смелые, быстрые, держимся друг за другом, стараемся, и вот победили. Помимо захватывающей борьбы на трассе, зрители соревнований смогли увидеть историческую реконструкцию событий военных лет. А после на старт вышли участники забегов в разных возрастных категориях – от детей до ветеранов. На такую гонку я попала второй раз, как бы заняла первая. В том году, конечно, третья, но я тренировалась, и вот первая. Я пошла первой, я чувствую то, что сзади никого нет, как бы уже подустала чуть-чуть на половину трассы, не хватало дыхания сильно, вот, ну, лыжи хорошо. В некоторых местах против ветра это было очень тяжело, бегать против ветра так пойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова